Дальше Всевышний Аллах говорит То есть после того, как Всевышний Аллах сказал, что не торопитесь разводить Но если все-таки вы решили развестись, как сказал? Если вы пожелали заменить одну жену другой Если одну из них вы подарили кантар, то есть очень много брачного дара, то есть очень огромный махар То ничего не берите себе из этого, говорит Всевышний Господь Субханалтан Имам Багави говорит И если вы все-таки пожелали заменить одну жену другой То есть здесь под заучем подразумевается жена То есть если она не проявляла свое непослушание тебе Не делала ничего плохого И ты чувствуешь неприязнь физическую, хочешь ее заменить И если одной из вас вы подарили целый кантар, то есть очень много махар Это большое количество имущества садакан в виде колыма Не берите из него, то есть из этого большого количества имущества, вообще ничего То есть даже если вы дали очень много ей садака, вообще не берите ничего, даже одной копейки Потому что щая пришло накера, в неопределенном состоянии В отрицательном контексте, в запретном контексте указано на то, что даже одну копейку у нее брать нельзя То есть если она праведная, если она не проявляла нечестия То есть главное в первом случае, что если она нашеза, то есть непослушная жена И ты специально все делал, чтобы она себя выкупила, да, это дозвольно Но если она нормальная, то тогда это будет бухтан ваитам мубин То есть это является ложью, ложным поступком и совершение очевидного греха То есть в двух, тут не ученые говорят, почему здесь мансуб Это для тех, кто знает арабский язык, по двум причинам Либо биназа и хафид, то есть от того, что там убрали харфуджар То есть либо тут подозренность Дальше Всевышний Аллах говорит И как вы, говорит, можете отобрать у них этот махр, этот брачный дар То есть Всевышний Аллах задает вопрос Указывая на величный ужас подобного поступка При том, что между вами была близость И как вы, говорит, можете отобрать у них этот махр, этот брачный дар? То есть Всевышний Аллах задает вопрос Указывая на величный ужас подобного поступка При том, что между вами была близость При том, что между вами была близость То есть половая То есть он имеет в виду половая близость Однако Всевышний Аллах стеснительный Поэтому тут говорит в переносном смысле Использует другое слово Основа слова То есть когда ты добираешься до чего-то без посредничества Если они взяли с вас суровый завет То есть женщины Взяли с вас суровый завет Что за суровый завет? Имам Багаву говорит То есть Это когда опекун сказал во время брачного То есть во время никаха Я тебе выдаю Я выдаю замуж То есть свою дочку Этот вали говорит этому жениху На основе того Что Всевышний Аллах На основе того завета Который Всевышний Аллах взял с мужчин Что либо он будет держать ее в качестве жены Должным образом То есть достойно Либо отпустит ее с миром То есть тоже достойным образом То есть в аяте идет речь о том Что передается от правок с Аллахом Итта куллаха фенниса Выбойтесь Всевышнего Аллаха Выполняя права Выбойтесь Всевышнего Аллаха Выполняя права женщин Поистину вы его взяли Через то, что вам доверено Всевышним Аллахом То есть и вы сделали дозволенным Для себя их половым органом Словом Всевышнего Аллаха То есть а это какими? Агда никах То, что было во время Никаха Когда кто-то, отец говорил Или опекун Я выдал за тебя замуж свою дочь А жених сказал отцу Я взял в жены твою дочь Вот это калима Туллах То есть следующий аят 22 аят Не женитесь на тех женщинах На которых были женаты ваши отцы То есть на тех женщинах Понятная речь Что здесь может идти То есть во-первых Мать родная Во-вторых Туда же заходит Барак Луфикум Кто? Вторая жена отца То есть вторая жена Третья, четвертая жена отца Или же одна из жен Мачеха То есть не женитесь На кем вы были женаты Ваши отцы То есть люди во времена Джагилии Говорит имам Багавы Янкиху Назва Джабахим Женились на своих мачех Сказал Ибн Саввар Туфи Абу Кайс Однажды умер Абу Кайс И он был одним из праведных людей Из числа ансаров И его сын посватался К своей мачехе И она сказала Я взяла тебя Ты еще ребенком был То есть Под свою опеку И ты являешься праведным Из числа своего народа То есть да Ты праведник То есть За такого как ты Можно замуж выйти И то есть У нее получается Таару Противоречь Вроде я тебя как сама воспитала Но в тот же момент Ты нормальный мужчина Правильно? Я приду к посланнику Аллаха Посоветую с ним Она пришла к пророку И сообщила И поэтому Всевышний Аллах Неспаслал аят И не женитесь на женщинах На которых были женаты Ваши отцы Если только это не произошло Прежде Мы должны это знать То есть требующее знание Когда ты видишь слово Накаха То в шариатских текстах Подразумевают под собой Два смысла Либо Абдунниках То есть имеется ввиду Брачный договор Либо Баракуфикум Половой акджиной Либо половой акджиной Баракуфикум Говорят Накаха завуджатагу В этом аяте Баракуфикум Указывает на Первый смысл А это что? Валя танкиху То есть Не заключайте договор Ну и соответственно Все в последствии И здесь речь идет О кома женятся Остальные Баракуфикум Люди То есть А в этом аяте То есть Нельзя жениться Как мы сказали На мачке Также Баракуфикум В этом аяте Упоминание Первого человека Кто является Махрамом Для мужчины То есть Является как Махрам Поэтому Баракуфикум Харим Или же Махарим Это те На ком Мужчине Запрещено Жениться На тем Является теми На ком Мужчине Запрещено Жениться Поэтому Многие люди Говорят Почему Гарим 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 Взятого Слово Харим Харим Это называют Женщин И они Запретны Для взгляда На них Поэтому Харим Гарим Русское Слово Гарим Взятого Слово Харим Если только Это не Произошло Прежде Что значит Если только Не произошло Это прежде После того Как это было До этого Однако Не будет То есть Проблем В том Что предшествовал Этому То есть То что Было В Джагилии Прощено Но Это не Значит Баракуфикум То что Если Мужчина Когда-то В Джагилии Женился На жене Своего Отца То ему Можно Продолжать С ней Никак Нет А здесь Имеется Ввиду Что на тебе Греха Не будет Раз То есть Какой-то Мужчина Представьте Не мусульманин Не мусульманин Когда-то Например Женился На своей Мачехе И пришел В ислам И пришел В ислам Мы ему Говорим Ты должен Ваш Брачный Договор С вашей Мачехе Разорван Не действительно Она тебе не жена Греха На тебе Никакого Нет Но она Тебе не жена Это первое Второе А у нас Ребенок Родился А у нас Общий Ребенок Шариатские Ахкамы Остаются С какой Сороны Этот ребенок Берет Твое отчество Берет Твою фамилию Он Твой ребенок Он имеет На тебя Права Ты имеешь На него Права Но С этой Женщиной Тебе жить Нельзя Как помните Барак Лауфикум Хадиси Мы же разбирали Что один из Подвижников У него было Десять жен И Пророк Саусам Не спасла Когда был Аят Четыре Жены Скал Выбери Себе Любую Из четырех С остальными Разведись То есть Соответственно Если у него И были Дети От других Жен Они Отсчитались Его Женой Или Как тот Сподвижник Барак Лауфикум Который Женился А потом Пришла Женщина Сказала Что Ты Твоя Жена Его Собой Кормила И он Отправился К правок Саусам И Если так Сказали Все Оставь Эту Женщину Вот Это Смысл То есть Греха Нет И если Что-то Было То есть Последствия Какие-то Барак Лауфикум То тоже Соответственно Барак На мачехе И мачеха Умерла И он Как муж Ее Взял У нее Полагиров У них Взял У них Например У нее Имущество Так И Барак Лауфикум Потом Пришел В ислам Ему Никто Не Все Ты Должен Отвернуть Это Действительно Все Это Работало Потому Что Или Понятно Кроме Того Что Произошло Прежде Им На Гукана Фахиш И Аллах Спа Наталья Сказал Поистине Подобный Является Мерзостью То есть Жениться На Матери Отца Именно Уфахиш Вакана Фи Сыля То есть Кана Фи Сыля Сыля Имеется Ввиду Барак Лауфикум Что Это Кана В котором Нету Времени То есть Оно Является Не переводишь Как Было Поистине Является Мерзостью Мерзость Является Самым Худшим Из Грехом Уамактан Также Мало Того Что Всевышний Аллах Описал Подобной Мерзостью Также Сказал Уамактан Ненавистным Поступком У Всевышнего Аллаха Подобной Является А Юрис Умактала То есть Приводит К К Ненависти Всевышнего Аллаха Уальмакту Ашаддуль Богд Макта Это Самое Найсильнейшее Проявление Ненавист Уаса Асабиля Искверным Путем То есть Всевышний Аллах Братья Прелюбодеяние Просто Описал Словом Мерзость А Прелюбодеяние С Махрамом Описал Чем Мерзостью Описал Это Ненавистным Поступком И описал Тем Что Это Является Скверным Путем Уаби Сазали Катарик Скверенный Этот Путь Говорит Имам Багави Ваканат Арав Такуль Аль Валя Ду Аррадж Минам Рати Абигим Макит И поэтому Арабы В старые времена Говорили Что Если Например У какого-то Мужчины Родился Ребенок От мачехи Называли Макит Арабы Говорили Что Он Ненавистно Имеется Подненность Всевышнего Аллаха Субханал Аль Вы заметили Что Куран Субханал Не то Что Тасир На Каждое Слово Подразумевает Под собой Огромное Количество Знаний Каждое Слово Подразумевает Под собой И несет Под собой Огромное Количество Знаний Поэтому Если Всевышний Аллах Проймил Тебе Милость Ты Изучаешь Это Все Книги Всевышнего Господа Знаешь Что Это Из Милости Всевышнего Господа Из Зазволения Аллах Субханал Есть Тих Признаков Что Твое Сердце Не Запечатано Если Ты Никогда Не Изучаешь Слово Всевышнего Субханал То Есть Толкование То Есть Вероятность Что Твое Сердце Просто Запечатано Всевышнего Скала Поля Это Барона Куран Амаля Кулюбина Палю Не Ужили Не Не Задумывается Не Размышляет Над Кураном Ниже На Их Сердцах Замки Замки Именно Сердца Запечатаны Поэтому Варак Луфик Если Не Хочешь Печать Что Твое Сердце Было Запечатано А Запечатано Сердце Никакой Благой Не Заходит Барак Луфик Обязательно Изучает Книгу Всевышнего Луфик Я побуждаю Дай Аллах Чтобы Закончить Тавсир Если Кто Раньше На Это Не Обращал Немай Начните С Сегодняшнего дня Вот Как Появляется Барак Луфик Новая Запись Как Вы Прослушали Перед Тем Как Появ Следующая Запись Постарайтесь Выучить И Представьте Этим Если Человек Астал Всевышнего Луфа Ля Это Добару Наль Кур'ан Почему Они Не Задумываются Над Кур'ан А Ф Ля Тадаб Бару Наль Кур'ана Ам А Ля Кулуб А Куф А Лу А Кур'ан 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 Продолжение следует...